Экономическая безопасность в приоритете. Главы правительств СНГ обсудили сотрудничество и дальнейшее взаимодействие в рамках Союза. Несмотря на хорошие показатели по совместной торговле и крепкой дружбе государств, нам еще есть к чему стремиться, единодушно сказали главы правительств. О чем удалось договориться политикам, узнавал наш корреспондент. Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств показали неплохие результаты. Это благодаря большим усилиям и единому направлению, но предубеждения в их адрес до сих пор существуют. Как бы то ни было, опираться стоит на конкретные данные и на заседании Совета глав СНГ рассматривают много вопросов. Это взаимодействие по транспорту, энергетике, экологии, обращению с опасными отходами и многое другое. Мы нацелены на обеспечение экономической самодостаточности, создание прочного промышленного каркаса страны, обновление критической инфраструктуры, перезагрузку агропромышленного комплекса, эффективно используя транспортно-логистического потенциала Казахстана. Уверены, что для полной реализации этих целей важно усилить кооперацию с нашими основными партнерами. Есть и другие важные моменты. За счет повышения уровня экономической интеграции, расширения товарной номенклатуры, эффективной логистики мы сможем существенно нарастить темпы взаимной торговли. Тем более, что в рамках СНГ сформированы уникальные механизмы экономического взаимодействия, такие как зона свободной торговли СНГ, потенциал которой продолжает укрепляться. Особое внимание развитию транспортных коридоров и более 80% сухопутных перевозок между Европой и Азией проходит через территорию нашей республики. Тут нужна гармонизация транспортной политики, цифровизация таможенных процедур, уверены участники заседания. Но не только в Ашхабаде проходят важные встречи. Шанхайская организация сотрудничества собрала в Алматы министров спорта и физкультуры государств участников. Тут тоже обсудили важные вопросы, и глава Минтуризма и Спорта республики отметил важность такого направления, как спорт, куда наша республика, к слову, вносит свой весомый вклад. Обмениваясь опытом и обсуждая новые инициативы, мы совместными усилиями формируем спортивную повестку не только на пространстве организации, но и в мире. Одновременно наши спортсмены – основные конкуренты на спортивной арене, но именно этот дух спортивного противостояния способствует нашему прогрессу. Мы можем с уверенностью сказать, что Казахстан, с своей стороны, также стремится внести вклад в общее развитие спорта на пространстве ШОС. Тут обсудили проведение совместных учебно-тренировочных сборов, обмен опытом в области спортивной медицины и науки. И нам есть, что предложить другим государствам. Учитывая развитие спорта и физкультуры, мы можем делиться опытом и на своем примере показать, как надо завоевывать новые вершины. Одним словом, ЕС, СНГ и ШОС – это не только про политику и экономику. Ульнару Марова, организатор спанов Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Мажелесмен Сериков предложил в два раза увеличить количество учебных грантов для людей с инвалидностью. На сегодняшний день всего 1% из общего количества образовательных грантов уделяется для граждан с инвалидностью. Однако на них могут претендовать только лица с первой и второй группами заболеваний. Он предложил включить в список претендентов людей с инвалидностью третьей группы. По словам депутата, люди с инвалидностью сталкиваются с трудностями и при выборе будущей профессии. Он отметил, что казахстанские образовательные гранты выделяются только на гуманитарные и педагогические специальности. Также он отметил, что 1% грантов никак не может охватить всех желающих, так как на сегодняшний день в стране проживает 725 тысяч граждан с инвалидностью, 62% из которых молодежь. Сериков выделил и то, что инвалидность подтверждается у 11 тысяч детей ежегодно, при этом что в эти цифры не входят лица с ДЦП и аутизмом. Затем депутат предложил выделять гранты не только для поступления на бакалавриат, но и для магистратуры докторантуры. По его словам, люди с инвалидностью имеют такое же право на знание наукой, как и у других граждан. В связи с этим предлагаю увеличить гранты для получения образования на бакалавриате до 2% лицам с инвалидностью и предусмотреть включение третьей группы в число граждан наравне с лицами первой и второй группы. Ввести 1% грантов для обучения на магистратуре и докторантуре. Разработать обучение по программе «Балашах» для обучения молодёжи с инвалидностью за рубежом. Ряд вопросов рассмотрели в ходе очередной 11-й сессии уральского городского маслехата. Одной из тем стало исполнение бюджетов города, посёлков и сельских округов, а также внесённые изменения в решение городского бюджета на 2024-2026 годы. Все подробности в сюжете. За отчётный период ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области проведено три аудиторских мероприятия в двух государственных учреждениях и пяти предприятиях. Выявлены факты нарушения финансового законодательства Республики Казахстан на общую сумму 989 528 000 тенге. В том числе финансовые нарушения на сумму более 969 миллионов тенге. Из них возмещению подлежат 76 миллионов 339 тысяч тенге. Восстановлению – почти 893 миллиона тенге. В 2022 году фактическая выручка составила 14 миллиардов тенге, в 2023 – 17 миллиардов. Ведётся поиск постоянных базовых дополнительных резервов. В 2023 году в ходе акции камерального контроля мероприятий по администрированию произведённой дистрибуции с нашей стороны были изысканы дополнительные средства на 14,5 миллиардов тенге. С докладом о проделанной работе в сфере здравоохранения выступила исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Гульнара Абдрахманова. По её словам, медицинская помощь жителям Уральска предоставляется шести городскими поликлиниками, тремя частными клиниками и десятью стационарами. Эти организации оказывают услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В 2024 году из местного бюджета для городских медицинских учреждений будет закуплено 26 единиц медицинского оборудования на сумму около 3 миллиардов тенге. Для медицинских организаций города за счёт средств КПО БИВИ планируется приобретение 861 единицы медицинского оборудования. В 2024 году планируется провести капитальный ремонт двух медицинских объектов по городу. Это 11-й корпус областной многопрофильной больницы и 4-й корпус областного центра психологического здоровья. На сессии также был обсуждён ход проделанной работы в поселковых округах. Кроме того, были заслушаны доклады специалистов отрасли о текущем ремонте и подготовке организации образования к новому учебному году. В преддверии купального сезона уральские спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Как известно, в летний сезон количество отдыхающих на водоёмах увеличивается, при этом многие игнорируют технику безопасности и, к сожалению, регистрируются трагедии. Какая работа проводится для их устранения, узнавали наши корреспонденты. До начала купального сезона осталось совсем немного времени. Впереди летние каникулы и отпуска. И помнить о том, что вода – это зона повышенной опасности, должен каждый из нас. В период купального сезона возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей на водоёмах. Поэтому с его началом проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Целью этого ежегодного профилактического мероприятия является повышение уровня безопасности людей при отдыхе вблизи водных объектов, снижение количества несчастных случаев на водоёмах. В соответствии с постановлением Акимата области на водных объектах и водохозяйственных сооружениях установлено 31 место для массового отдыха, туризма и спорта. Обследование и чистка дна водоёмов будут проводиться согласно поступившим заявкам. В области имеется 32 каркасно-модульных бассейнов. Из них 11 будут функционировать в загородных детских лагерях и 21 в пришкольных лагерях. Для реагирования на чрезвычайные ситуации в период купального сезона департаментом по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области подготовлены спасатели, плавсредства и автомобили для патрулирования. Кроме этого, подготовлено водолазное снаряжение. Спасателями в период купального сезона будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоёмов. Всего на прилегающих территориях 619-летних лагерей сотрудниками полиции будет обеспечен общественный порядок. В прошлом году один человек утонул в месте, где купание было запрещено. На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения о недопущении нарушений правил общего водопользования, а также пребывания детей на водоёмах без контроля взрослых лиц. На сегодняшний день проведено 330 рейдовых мероприятий, роздано свыше 7 тысяч агитационных материалов. Спасатели также настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, когда они играют и купаются в воде. Амина Махсотова, Дана Килибаева, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Сезон фонтанов в Ак-Тубе оказался под угрозой срыва. Практически все водные сооружения в городе либо требуют капитального ремонта, либо не работают. Причём на их реконструкцию два года назад из бюджета выделили 245 миллионов тенге. Почему подрядные компании затягивают сроки реставрации, выясняла Лейла Уесова. В этом году в областном центре запустили всего один фонтан на аллее шахматистов. Да и он периодически отключается из-за технических неполадок. А вот так непрезентабельно выглядит один из поющих фонтанов возле амфитеатра. В его чаше плавает мусор, а вокруг разбросана разбитая плитка. Другую конструкцию на водно-зелёном бульваре и вовсе разобрали. Теперь здесь хотят построить целую композицию из пяти фонтанов. Ещё не определили подрядную организацию, которая будет отвечать за содержание 21 фонтана. Это станет известно после проведения конкурса. А в 2022 году компания «Шалкар Бастау» выиграла тендер на капремонт городских фонтанов на сумму 245 миллионов тенге. Но не уложились в срок, и мы подали на них в суд. Пока шли судебные разбирательства, фонтаны так и не заработали. Теперь эта же компания должна завершить работы до конца месяца. Ведь впереди юбилей города – 155 лет. В Акимате признаются, капитальный ремонт фонтанов – процесс трудоёмки. Да и найти хороших специалистов для их обслуживания сейчас проблематично. Поэтому, недолго думая, чиновники решили разобрать. Единственный в центральном парке фонтан и превратили его в клумбу для цветов. Рабочие уже переделывают конструкцию. Я даже удивляюсь, что фонтанов нет. А у нас в Уральске, вы же, наверное, ездили туда, да? Достаточно. Они делают красиво более город. Дают свежести? Ну, да, думаю, нужны. Создают более хороший вид. Для туристов красиво выглядит. Молчатые три музыкальных фонтана напротив областного Акимата. Все они со светодиодной подсветкой. Высота строй достигала 18 метров. А сами конструкции исполняли 10 разных мелодий. Когда их запустят, тоже неизвестно. Заброшенный пока единственный в городе так называемый пешеходный фонтан. Он расположен на Арбате в районе центрального стадиона. Такие сухие фонтаны очень любят дети. Они абсолютно безопасны, экономичны в расходовании воды. И к тому же их не нужно чистить от мусора. По словам урбанистов, такие интерьерные решения прекрасно дополняют городскую среду. Но не заменяют историческое наследие. Поэтому классические фонтаны даже с учётом их дороговизны и сложности эксплуатации – часть идентичности города. Их важно сохранять, оптимизируя расход воды и очистные механизмы. 34 миллиона тенге вернут жителям Актау коммунальные службы. В ходе проверок при проведении анализа деятельностью субъектов монополии установлено, что госучреждение Каспий Жулусуарнасе начисляло людям суммы за фактически отсутствующее тепло и водоснабжение. Счета приходили за те дни, когда услуги фактически не оказывались. Теперь указанному учреждению необходимо перерасчёт более 34 миллионов тенге на счета около 12 тысяч жителей. В прошлом году были периодические отключения услуг тепло и водоснабжения. Однако оплата за эти услуги начислялась поставщикам услуг. Был проведён анализ, было установлено общее количество счетов, точные даты, точное время отключения. Было внесено представление к прокурору области и на основании нашего представления произведён перерасчёт. Виновные лица установлены. По результатам рассмотрения актериодирования они будут привлечены к дисциплинарной ответственности. От замечания до строгого выговора. О новом виде мошенничества предупреждают граждан сотрудники правоохранительных органов. Позвонив по телефону, мошенники представляются медиками и предлагают пройти профилактическую флюорографию, либо обследование. Преступники подбирают удобную для вас дату и просят подтвердить запись по СМС-коду. Ни в коем случае нельзя называть код. По этому коду мошенники могут удалённо войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить на вас кредиты. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не совершать никаких операций, если об этом вас спросят неизвестные лица, позвонившие по телефону. Необходимо прерывать разговор и перезвонить в соответствующее учреждение для получения достоверной информации. Несмотря на профилактическую работу, в органы полиции продолжают поступать заявления от обманутых граждан. Напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил. Не совершать каких-либо онлайн-операций в ходе телефонного звонка. Не совершать каких-либо операций во время телефонного разговора с неизвестными лицами. Не скачивать и не устанавливать на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили и представились сотрудниками банка или правоохранительного органа, прервите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните на номер 102. Осужденный, проглотивший инородные предметы, содержится в дисциплинарном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы Западно-Казахстанской области. Видео с осужденным, сделанное в больнице Уральска, распространилось в соцсетях. В ДУИС пояснили, что неоднократно осужденный гражданин Т, являющийся злостным нарушителем режимного учреждения, в котором отбывает наказание, вводя в заблуждение гражданское население, начал выкрикивать в адрес администрации жалобы. Прокуратура принимала всех осужденных и нарушений в действиях администрации не установила. Акт членовыредительства, проглотив инородные предметы, осужденный совершил еще при этапировании из города Тарас. Осужденный еще при этапировании из города Тарас в пути следования в 27-е учреждение уже осуществил акт членовыредительства, проглотил инородный предмет. И в связи с болями в области живота 25 мая 2024 года его доставили, то есть вывезли в областную клиническую больницу города Уральска, где и была осуществлена видеозапись гражданским лицом. Во время конфликта осужденный также пытался совершить акт членовыредительства. Противоправные действия были притечены сопровождающими сотрудниками. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. Осужденный содержится в дисциплинарном изоляторе. В Уральске загорелся ресторанный комплекс. Инцидент произошел 24 мая. По словам специалистов, сгорела крыша двухэтажного банкетного зала площадью 650 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К слову, с начала года на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано 217 пожаров. По городу – 107. Установлено, что в ресторане горели кровли, крыша общей площадью 390 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Пожар был локализован в 19 часов 4 минуты и ликвидирован в 19.44. В Уральске 15 военнослужащих воинской части 55-17 получили гранты на поступление в ВУЗы после службы без необходимости сдачи ЕНТ. Солдаты получили эту возможность, участвуя в проекте «Срочники 2.0». На строевой площадке воинской части в торжественной обстановке состоялась церемония вручения сертификатов солдатам. В Министерстве обороны Республики Казахстан подведены итоги конкурса по распределению образовательных льгот для военнослужащих. В данной инициативе приняли участие бойцы воинской части 55-17 Национальной гвардии, 15 из которых стали обладателями гранта. На данный момент 15 человек, они уже с 1 сентября будут обучаться в стенах этих ВУЗов. Мы военнослужащим срочной службы по прибытию в воинскую часть, а также при работе в военкомате доводим, что у нас есть возможность, если военнослужащий в течение года показывает высокие результаты служебно-боевой деятельности, воспитательной, своей высокой воинской дисциплины, он может стать обладателем гранта. Такие достижения – результат хороших тренировок, отмечают военнослужащие в воинской части. Диас Алгалиев был призван из Ахтубе. Он рассказывает, что узнал о такой возможности, когда пришел на службу. Благодаря стремлению и упорной подготовке Диас получил возможность поступить в казну имени Аль-Фараби. Для меня это стало достаточно хорошей мотивацией достичь каких-то результатов в боевой подготовке, служебной. И за эти 11 месяцев труда, можно сказать, это окупилось. И мне кажется, для многих молодых людей, кто не горит желанием идти в армию, я думаю, это большая мотивация поступить бесплатно, тем более в высшие учебные заведения. Стоит отметить, по стране в конкурсе приняли участие около 17 тысяч солдат. По итогам было выделено 1500 бесплатных образовательных грантов. Амина Махсотова, Марлен Искалиев, Аймурад Жагапар, телеканал ТДК-42. Как развивается внутренний туризм? Этот и другие вопросы сферы туризма затронем в программе ОЗИКТ. 28 мая в 19.30 в прямом эфире на телеканале ТДК-42. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова